В несчастье судьба всегда оставляет дверцу для выхода. Отпускать шутки и писать остроумные вещи есть свойство умов великих. Самое умное лицо в комедии это шут, ибо кто желает сойти за дурачка, тот не должен быть таковым. Жизнь это шахматная партия, по окончании которой короли и пешки ложатся в один ящик. Ни водой, ни огнем, мы не пользуемся так часто, как дружбой. Дружба возможна только между честными людьми. Влюбленный в себя соперников не имеет. Не пренебрегайте ничем из всего, что может вас сделать великим. В одиночестве можно приобрести все, кроме характера. Для рождения любви красота необходима, как вывеска. Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели их наказывать. Лекарство от глупости еще не найдено. Рассудок и здравый смысл не то, что оспа. Привить нельзя. Издавая закон, ставь себя на место того, кто должен ему подчиняться. Есть только один способ избежать критики. Ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. Друг – это одна душа, живущая в двух телах. Умный человек всегда согласится с другим умным человеком. Глупый же, обычно не соглашается ни с умным, ни с глупым. Хочешь иметь столько денег, чтобы хватало тебе и твоей семье? Работай сам. Хочешь обеспечить свои будущие поколения? Заставь людей работать на себя. На плоской равнине всякая кочка кажется холмом. Золото и серебро по своей природе не деньги, но деньги по своей природе золото и серебро. Человеку свойственно злоупотреблять всем на свете, в том числе и своими достоинствами. Идеал терзает даже самые грубые натуры. Дикарь, который татуируется, мажет себя красным и голубым, вдевает себе в ноздрю рыбью кость, ищет что-то выше лежащее над тем, что существует. Благодарность — это одна из окольных тропинок, ведущих к любви. Только излишество обеспечивает необходимое. Искусство живет только фанатизмом. Мысль тоже действие, нет ничего плодотворнее ее влияния на мир. При встрече с достойным человеком, думай о том, как сравняться с ним. Встречаясь с низким человеком, присматривайся к самому себе и сам себя суди. Забывайте обиды, но никогда не забывайте доброту. Совершенный человек все ищет в себе. Ничтожный — в других. Для мудрых людей слово суть лишь марки, которыми они пользуются для счета, для глупцов же они полноценные монеты, освещенные авторитетом какого-нибудь Аристотеля, или Цицерона, или Фомы, или какого-либо другого ученого мужа. Страх перед невидимой силой, придуманной умом, или воображаемой на основании выдумок называется религией. Война, даже самая длительная, лишь обостряет проблемы, из-за которых она началась, а решение их остается временным, наступающим после заключения мира. Что добро для одних, зло для других, но и в волшебных сказках тоже разница между феей и ведьмой — это вопрос возраста и внешности. Логика может дать огромную пользу лишь при одном условии — вовремя прибегать к ней и вовремя из нее выбегать. Быть образованным еще не значит быть умным. Нет, но сегодня все хотят быть услышанными, и в некоторых случаях неизбежно выставляют свою глупость на показ. Так что можно сказать, раньше глупость не афишировала себя, а в наше время она бунтует. Я верю, что могущество смеха и слез сможет стать противоядием от ненависти и страха. «Мы слишком много думаем и слишком мало чувствуем». Настоящий характер человека проявляется, когда он напивается. Общество требует от нас многого, не всегда можно делать только то, что хочется. Все когда-то достигает своей кульминации, крайней точки, как любое чувство, так и всякая жизненная ситуация. Уважай себя настолько, чтобы не отдавать всех сил души и сердца тому, кому они не нужны. Политика слишком важное дело, чтобы поручать его политикам. Десять заповедей лишь потому так лаконичны и ясны, что были написаны без помощи советников и экспертов. Совещаться можно многим. Действовать нужно одному. Со временем начинаешь сожалеть о всех совершенных тобою грехах и еще о нескольких, которых не совершила. Женщины в своем большинстве считают мужчин, негодяями и мерзавцами, но пока не нашли им подходящей замены. Замужество для меня это как меню в ресторане. Лишь в процессе пищеварения может выясниться, правильно ли сделан выбор. Между стимулом и нашей реакцией на него всегда есть время. За это время мы выбираем, как реагировать. Живи так, словно живешь уже во второй раз и при первой попытке испортил все, что только можно испортить. Когда мудрец показывает на луну, дурак смотрит на его палец. Дружить с сильным всегда было хорошим методом выживания. Если противник оцарапает тебя, ударь его. Если противник ударит тебя, сломай ему руку. Если противник сломает тебе руку, забери его жизнь. Надо смириться с возможностью смерти. Стоит перестать мечтать о вечной весне, тогда и лето, и зима будут дарить счастье.